Завершающий матч в этом году в рамках 13-го тура первенства России по мини-футболу сыграла команда «Алмаз Алроса». Она встретилась с якутской «Зарёй». Соревнования стартовали еще в сентябре. В них принимают участие 29 команд. Матчи между командами из Якутии всегда были напряженными. И данная встреча также получилась захватывающей. Подробности далее. Встреча завершилась победой, но игрой недоволен. Такое мнение высказал главный тренер «Алмаз Алроса» Владимир Проминский по итогам матча. 23 декабря в рамках 13-го тура первенства мирнинские футболисты встретились на поле с командой «Заря» из Якутска. На легкие очки в матчах с «Зарёй» мы никогда не рассчитывали. Потому что, еще раз повторюсь, в каком бы положении на данный момент не находились команды, это всегда дерби, всегда игроки выкладываются на 100%, чтобы доказать, кто в Якутии лучше. Наверное, так это издавна завелось. Игра получилась напряженной. В первой половине встречи алмазовцы часто атаковали ворота соперника, но редкие комбинации заканчивались успехом. Во втором тайме футболисты «Зарей» заметно прибавили в темпе, и уже алмазовцы сдерживали их атаки. Игрокам нашего клуба пришлось сложнее вдвойне, ведь «Алмаз Алроса» подошел к играм не в лучшей форме. Травмы игроков продолжают преследовать мирнинскую команду. Травмированные игроки, к сожалению, есть на данный момент. Мы что-то в этом сезоне вообще попали в колею травм. На данный момент снова трое человек не примет участия в матче. Но, надеюсь, нам хватит тех игроков для победы, которые сейчас втроют. Не в лучшей форме выступили и игроки «Зари». Сказались сложности с переездом в мирный. Не удалось им выполнить главную задачу этого матча – навязать соперникам свою игру. В целом, да, при всех этих условиях, как то, что происходит с нашей командой, мы боремся, стараемся выигрывать каждый матч. Но и сегодня, опять же, чуть-чуть не хватило совсем. Итог встречи 4-3 в пользу команды «Алмаз Алроса». Сейчас она находится на пятой строчке турнирной таблицы. Чтобы попасть в финал чемпионата, нашим игрокам нужно войти в четверку сильнейших. Следующий матч они проведут с командой «Автодора» из Смоленска 14 января в Москве. Руслан Фадкулин, Виктория Бреус, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».